Более 400 участников собрал в Якутске конкурс молодых исполнителей «Новые имена Якутии». Цель мероприятия – развитие музыкального образования в Республике и поддержка талантливых детей. Сюжет Евгения Тайтонова. Уже 17-й год между рождественскими праздниками и Старым Новым Годом в Высшей Школе Музыки традиционно проходит открытый республиканский конкурс для юных музыкантов. Этот конкурс проходит очень активно, интересно, школы проявляют интерес. И как раз в эти дни, во время конкурсных прослушиваний, мы выявляем наиболее талантливых, наиболее одаренных детей в сфере музыки. В этом году принять участие в конкурсе юных музыкантов собрались 320 учащихся и более 70 преподавателей детских школ искусств и музыкальных школ из 18 районов республики. Я приехала из города Ленска на конкурс «Новые имена Якутии» для того, чтобы я получила призовое место, поняла свои ошибки и в следующий раз я свои умения, которые мне дали жюри, применила на конкурсе. Это, во-первых, рост ученика. Во время подготовки он растет и идет всеми медленными шагами вверх. Я вот каждый год привожу детей, и у меня всегда призовые места. И девочки, конечно, подготовленные хорошо, с удовольствием занимаются. Помимо показа и оценки конкурсных номеров, в рамках фестиваля пройдут курсы повышения квалификации преподавателей, мастер-классы для детей и педагогов, ведущих деятелей культуры и искусства. Мы пригласили профессора Московской консерватории, ученицу, знаменитого пианиста Глеба Борисовича Аксельрода. Это Ирина Витальевна Николаева, ведущая пианистка нашей страны, очень известный человек. Прежде всего, она известна как педагог, и поэтому, мне кажется, будут интересны ее мастер-классы, на которые записались почти все педагоги, которые приехали со своими детьми. Победители будут выбирать по семи номинациям. Имена станут известны 13 января.